Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 тысяч световых элементов праздничного декора. В Самаре начинают украшать улицы и общественные пространства к Новому году. В социальную сферу в следующем году планируется направить две трети от общего объема регионального бюджета. На улучшение качества жизни по сравнению с прошлым годом добавят более 26 миллиардов рублей. Около 80 объектов здравоохранения капитально отремонтируют. Помощь в обновленных условиях смогут получить более 500 тысяч жителей региона. Все это обсудили на заседании Губернской думы. Депутаты в первом чтении приняли проект бюджета Самарской области на 2025 год. Подробности расскажем в нашем сюжете. Сегодня на заседании в Самарской губернской думе депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Самарской области на 2025 год. Безусловным приоритетом бюджета остаются социально значимые расходы. Две трети расходов бюджета мы предлагаем направить в том числе на повышение заработной платы педагогических работников школ и детских садов, учреждений культуры, медицинской и социальной сферы. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование увеличиваются. Отдельно обращаем внимание на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей. Помощь многодетным семьям в два раза почти больше. На заседании обсудили финансирование новых мер поддержки, которые были предложены губернаторам. Среди них увеличение путевок в детские лагеря на 10 тысяч. Поддержка молодых мам в возрасте от 18 до 25 лет. Единобременные выплаты размером в 100 тысяч рублей. Социальная выплата взамен земельного участка для семей участников СВО. Ежемесячные денежные выплаты для ветеранов труда. В ближайшие три года направят 12 миллиардов рублей на ликвидацию очереди за жильем детей-сирот. Жилплощадью обеспечат более трех тысяч человек. Еще один из важнейших приоритетов – общественный транспорт. В интересах правительства Самарской области абсолютно бесплатно московские институты проведут полную ревизию всего, что связано с дорожно-транспортной деятельностью и с общественным транспортом. Общий объем финансирования транспортной отрасли составит более 5 миллиардов. Благодаря этому в следующем году работа по новым контрактам обеспечена на 76 маршрутах. Также направлено 7 миллиардов рублей на ремонт дорог местного значения. Важным направлением расходов станет улучшение здравоохранения. Капитально отремонтируют около 80 объектов. По завершении этих мероприятий помощь в обновленных условиях смогут получать более 500 тысяч жителей Самарской области. В 2025 году будем строить 53 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов. Это в полтора раза больше, чем в 2024 году. Впервые за несколько лет значительно обновим парк, автопарк скорой медицинской помощи на сумму 450 миллионов рублей. Кроме того, продолжим обновление парка неотложной медицинской помощи. Существенно увеличат финансирование сферы образования. Со следующего года начнется строительство пяти новых школ и трех детских садов. В проекте бюджета все больше средств будет направлено непосредственно муниципалитетам, для того, чтобы насущные вопросы решались быстрее. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. На этом же заседании депутаты губернтской думы утвердили кандидатуру Елены Лапушкиной на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области. Перед этим депутаты думы городской приняли ее отставку с поста мэра Самары. О кадровых перестановках в областной столице расскажет Светлана Кудрявцева. Кадровые перестановки в администрации Самары поддержали депутаты городской думы. Елена Лапушкина приняла решение досрочно уйти в отставку после семилетного посту руководителя города. Она поблагодарила парламентариев и своих коллег из администрации за совместную работу. Напомнила, что за эти годы было многое сделано, в том числе благодаря реализации в городе национальных проектов. Мы с вами строили, благоустраивали, мы с вами ремонтировали, периодически ругались, мирились. Но тем не менее, мы всегда находили с вами точки соприкосновения, находили компромиссы и двигались дальше. Какие бы вызовы перед нами ни стояли, мы продолжали движение. И за каждый день я вас благодарю. Да, сейчас придет новый руководитель города, практически через месяц. Я убеждена, что это будет человек грамотный, трудолюбивый, профессиональный, человек, умеющий решать все вопросы. Я очень рассчитываю на то, что вы его поддержите, вы ему поможете и, безусловно, будете также подружески помогать в решении всех городских вопросов. Парламентарии единогласно поддержали предложение назначить временно исполняющим полномочия главы Самары первого вице-мэра Ивана Носкова, который уже больше месяца выполняет обязанности мэра. Уважаемые коллеги, спасибо большое за доверие. Уверен, что мы с вами, как минимум, в ближайший месяц плодотворно отработаем. Я совершенно искренне говорю, что Самара – это уникальный город. И у меня есть ощущение, что если я не всю жизнь здесь прожил, мы будем достаточно долго, хотя бы все прошел месяц. Поэтому буду рад с каждым из вас сотрудничать, с каждым делить внимание. Решением городской думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы Самары. Документы на участие будут принимать с 18 ноября до 17 декабря этого года. Конкурс проведут 20 декабря. Тем временем в губернской думе депутаты согласовали назначение Елены Лапушкиной на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области. Не могу не обойтись без слов искренней благодарности, безусловно, Вячеслав Андреевичу за то, что он поддержал. Меня и выдвинуло на этот пост. Я понимаю, что для него это тоже было очень важным решением, значимым решением. Могу сказать, что я приложу все усилия, все, что от меня зависит, для того, чтобы работа была успешной, и чтобы все права граждан, которые прописаны в Конституции Российской Федерации, безусловно, защищались на территории Самарской губернии. Отрадно, что следующим и преемником моим стала Елена Владимировна Лапушкина, человек, который очень хорошо знает систему работы муниципалитетов. Она еще, кроме этого, является председателем Ассоциации муниципальных образований нашей Самарской области. Она до тонкости знает всю работу, связанную с обеспечением жизни наших граждан, проживающих в каждом муниципалитете. Ольга Гольцова, исполнявшая полномочия регионального омбудсмена с 2014 года, обещала оказать со своей стороны всю необходимую поддержку Елене Лапушкиной в деле соблюдения всех прав жителей Самарской области. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Открытый диалог и конкретные решения. Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативными жителями пятой просеки Самары, которые обеспокоены плотной застройкой и отсутствием в районе социальной инфраструктуры. В совещании приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, вице-губернатор Александр Фетисов, временно исполняющий полномочия мэра Самары Иван Носков, руководители профильных министерств. Глава региона дал ряд важных поручений. О них расскажем в следующем сюжете. В домах на пятой просеке Октябрьского района Самары проживает более 20 тысяч человек. Социальной инфраструктуры не хватает. Переполнены поликлиники, детские сады и даже новая школа. О проблемах инициативная группа самарцев рассказала на встрече с губернатором Вячеславом Федорищевым, депутатом Госдумы Александром Хинштейном, временно исполняющим полномочия главы Самары Иваном Носковым и другими участниками совещания, которое прошло как раз в стенах 26-й школы. Ее возвели на пятой просеке несколько лет назад благодаря активности самих местных жителей. Перегружена поликлиника, которая построена в советские времена. И за настоящее время ее перегрузили пятой, шестой, седьмой просекой. А это все новостроек, это все каменные жители. Местные жители рассказали, что застройка микрорайона продолжается. Ранее были выданы разрешения на возведение многоэтажек. Это еще больше нагрузит соцобъекты и местные дороги. Губернатор Вячеслав Федоревичев, пообщавшись с активистами, дал ряд важных и жестких поручений. Я запрещаю любое строительство МКД в рамках территории на ближайшие три года полностью. Те разрешения, которые уже были выданы построящимся объектам, я поручаю администрации губернатора проверить с привлечением юристов и антикоррупционщиков. Те разрешения, которые готовятся к выдаче, замораживаются на три года. Программа КРТ, которые у вас там были подготовлены, замораживаются. Три года никакого разрешения на жилищное строительство там не будет. Отдельное решение по социальным объектам. Будет создан проектный офис, который займется разработкой социальной инфраструктуры. Советником на общественных началах Вячеслав Федоревичев предложил стать главе инициативной группы жителей Александру Кравченко. Давайте договоримся, что в нашем проектном офисе мы поликлинику, детский сад, спортивные объекты и школу построим до сентября 29-го года. Это сложно. Кто-то скажет, многие, что это невозможно. Но для того мы и есть с вами, чтобы решать невозможные проблемы. Временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков представил губернатору и членам совещания возможные участки под строительство соцобъектов. Самое главное сейчас в декабре нужно принять генплан, в котором все эти участки будут переведены. А напомним, парк Пионеров где хотели сделать? Где у нас ПХД. Давай сделаем. Есть территория хорошая под парк, а там раньше был Пионерокер, поэтому по названию жителей все определятся. Парк Пионеров сделаем хороший. Все участники встречи отправились посмотреть территорию. Один из местных жителей предложил рассмотреть под соцобъект здание, которое не используется. Глава региона поручил выяснить, что это за строение и можно ли его использовать, например, под детскую поликлинику. Активисты результатом встречи остались довольны. Под впечатлением от формата, безусловно, он поменялся. Нас слышат, это чувствуется, это, наверное, великолепно. И та уверенность, с которой нам сегодня какие-то вещи говорили, обещали, она, я думаю, вселяет огромную уверенность для всех жителей. Поэтому мы, как инициативная группа, можем, наверное, сегодня просто всем донести, что, ну, наверное, маленький, а может быть, большой шаг уже сделан. Депутат Госдумы Александр Хинштейн напомнил, что пятая просека – не единственный проблемный объект в Октябрьском районе. И предложил распространить работу проектного офиса на другие участки района, где также недостаточно социальных объектов и транспортных развязок. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. До конца года необходимо возобновить работу проектного офиса по историческому поселению Самары. Об этом на встрече с градозащитниками говорили временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Какие решения были приняты по ценным градоформирующим объектам, которые оказались в списках строений под снос, расскажем далее. В Самаре будут сохранены ценные градоформирующие объекты, которые располагаются в границах исторического поселения. 84 таких объекта попадают в списки зданий, которые должны быть снесены в рамках программы расселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Но дома необходимо сохранить и реставрировать, поскольку они формируют исторический облик города. Об этом градозащитники рассказали на встрече с временно исполняющим полномочия главы Самары Иваном Носковым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Если дома, признанные объектами культурного наследия, сносить запрещено, то градоформирующие объекты нуждаются в дополнительной защите. Историческое поселение – это режим, который охраняет среду. То есть не конкретные памятники. То есть было бы достаточно охранять теми инструментами, которые есть. Вот когда ты создаешь историческое поселение, у тебя как раз появляется дополнительный инструмент – ценные градоформирующие объекты. И они оцениваются не по принципу аварийной и неаварийной. Просто вот есть улица, у нее есть два объекта культурного наследия и еще какие-то дома. Вот они получают статус ценных градоформирующих объектов, потому что если их снести и на них построить что-то новое, утрачено будет вот этот целостный ансамбль. На встрече было решено, что до конца года возродят работу проектного офиса по историческому поселению. Такое решение озвучивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. И градозащитники эту инициативу поддержали. Завершаются работы по проекту объединенной зоны охраны исторического поселения. Очитываю, что в ближайшее время они будут направлены на Минкультуру России. И ранее все замечания, которые федеральный центр высказывал, они устранены. На себя берут сопровождение этого проекта с тем, чтобы максимально его быстро ускорить. И еще одно точечное, но важное решение. Те ценные градоформирующие объекты, которые являются аварийными, решено исключить из списков на снос и реконструировать. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Безопасность превыше всего. В школе номер 57 прошел мониторинг проверки деятельности учреждения по обеспечению безопасности. Как осуществляется контроль доступа и какие меры предпринимаются для защиты учащихся, расскажем в нашем сюжете. В школе номер 57 с начала учебного года обучаются около 3000 юных самарцев. Для обеспечения их безопасности в учреждении функционирует комплексная система охраны. Она включает в себя контроль доступа. Электронные замки на калитках и электронные карты, которые выдаются детям на весь период обучения. Проникновение посторонних лиц в школу практически невозможно. Конечно, есть посетители, родители, внешние посетители, но все они могут попасть в школу, преодолевая контроль, который им обеспечивает охранная фирма. Здравствуйте, директором школы на прием. Так он нет какой-нибудь. Да, паспорт. В целях обеспечения безопасности здания школ оснащены средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии. Системами оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации. Системами видеонаблюдения, охраны сигнализации, системами контроля управления доступом. А для исключения проносов зданий образовательной организации запрещенных предметов на входных группах установлены стационарные рамки металлодетектора. У меня здесь учатся двое детей. Сын в восьмом классе и дочка в девятом классе. Сейчас такое непростое время и, конечно, безопасность очень нужна. Это очень важно и нужно, чтобы мы были спокойны за безопасность наших детей. В образовательных учреждениях Самары внедрены подобные технические средства, направленные на обеспечение безопасности. Данные все средства безопасности, как физическая охрана, так и технические средства обеспечения безопасности, в первую очередь нацелены на то и нужны для того, чтобы наши дети были в безопасности, чтобы родители, отправляя детей в школы или же в сады, или же в учреждения дополнительного образования, понимали, что дети в безопасности. Могли быть уверены в этом, потому что это наши дети, мы в ответе за них, мы несем ответственность за них. В 2024 году в Самаре прошло несколько всероссийских учений, посвященных безопасности учащихся. В них приняли участие все образовательные учреждения города. В каждой организации разработаны алгоритмы действий персонала, работников частных охранных организаций и обучающихся в случае чрезвычайной ситуации, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России. Августин Ахрименко, Сергей Баскин, События. Самару начали украшать к Новому году. В общественных пространствах и на городских улицах до 20 декабря появится около 7 тысяч световых элементов праздничного декора. На склоне площади Славы уже устанавливают масштабную, многоуровневую светодинамическую конструкцию. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Волжские мотивы на склоне у площади Славы. Здесь уже накатывают светодинамические волны. Всего их несколько десятков. Масштабная конструкция состоит из четырех уровней. На склоне установят фонтан, композицию «Северное сияние», арочные колонны и светящиеся шары. Инсталляция готова на 80%. По мере завершения монтажа специалисты проводят тестовое подключение отдельных фрагментов. Все от души для людей нашу любимую Самару сделаем. Без иллюминации это не Новый год. Иллюминация будет очень красиво. Всего на городских территориях запланировано разместить около 7 тысяч элементов иллюминации. В преддверии новогодних дней горожанам создают праздничное настроение. В локациях для прогулок и массового отдыха установят световые скульптуры и фонтаны, пространственные композиции, елки, светодиодные гирлянды. Вдоль основных дорог города отремонтируют существующие световые консоли на опорах системы освещения. Все элементы иллюминации энергоэффективные. Не оказывают значительной нагрузки на электросети и не требуют внушительных затрат на электричество. Подготовительные работы мы начали в середине октября. После сборки подиумов окончательно начнем сборку объемно-пространственных композиций, установку, проверку. Вместе с фонтанами, да? Само собой. Все поэтапно. Кроме муниципального предприятия «Самара-Горсвет» к процессу декорирования подключатся другие профильные предприятия и учреждения. Парки «Самары», «Самарская набережная», «Спецремстрой-Зеленхоз». Самое масштабное оформление иллюминации и по традиции будет на площади имени Куйбышева. Здесь созданием новогоднего комплекса будут заниматься во взаимодействии с Департаментом культуры и молодежной политики администрации «Самары». Местные жители с нетерпением ждут преображения города. Очень ждем. И елки когда украшают, и дорогу украшают очень красиво. Настроение сразу поднимается. Хоть выходить на улицу. Зимой не так часто хочется гулять. А когда украшено, настроение появляется. Настроение, чтобы было хорошее. Цветовое оформление красивое очень. Это уже все любуются. Мы тоже ждем украшения. Сразу праздник появляется в душе. И, конечно же, ждем и елку на Куйбышево обязательно, и световые инсталляции. Коммерческие предприятия «Самары» также приступили к оформлению фасадов, витрин, входных групп, прилегающих территорий. Новогоднее убранство появилось в историческом центре. На улицах Куйбышева и Ленинградской у ряда торговых центров. Завершить все работы по установке новогодней иллюминации планируют до 20 декабря. При этом не будут ждать, когда световой декор смонтируют полностью, чтобы включить. Объект готов. Его уже включают сразу вместе с городским освещением. Все идет по мере готовности конкретных объектов. Городская администрация заботится о том, чтобы настроение у людей в наше трудное время, к Новому году все-таки было соответствующим, хорошим. Мы стараемся, чтобы город был украшен, было все красиво и радовало глаз. Для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования профильные службы предусмотрели дежурные бригады. Повышенное внимание и обеспечение безопасности. По периметру масштабных световых фигур установят ограждения, заходить за которые не рекомендуется. Для декорирования территорий в следующем году временно исполняющий полномочия главы городского округа Самара Иван Носков дал поручение проработать новый проект комплексного светового оформления города. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Самара вошла в десятку наиболее популярных городов России для семейного отдыха и культурно-познавательного туризма. Об этом сообщили в Государственной корпорации развития туризма страны. Для того, чтобы отдых стал еще более комфортным, в областной столице возводят первый информационно-справочный центр. Что это и как это поможет туристам, расскажет Елизавета Прокопенкова. Самара – крупный туристический центр по Волжье. Здесь находятся более ста культурных и исторических объектов, которые посещают туристы. Чтобы создать для них комфортные условия, в декабре этого года запустят первый информационно-справочный центр. Тут можно будет узнать о туристических событиях и отдыхе в Самаре. Смысл вот этой территории в том, чтобы помогать тем, кто приезжает в наш город, рассказать о достопримечательностях, о тех местах, локациях, которые интересны, о экскурсионных программах. Здесь будет и раздаточный материал, здесь можно будет отдохнуть, выпить чашечку кофе, посидеть, зарядить телефон и направиться дальше созерцать наш замечательный город. Напомним, что ранее Самара победила в конкурсе областного министерства туризма по выбору городских округов на реализацию мероприятий по формированию туристического кода. В первый этап реализации входит размещение навигационной системы из десяти вех, шесть из которых будут оснащены интерактивным сенсорным экраном, ярмарочного комплекса и информационно-справочного центра. На данный момент выполнен монтаж металлоконструкции, остекление здания, кровля. Мы монтируем в данный момент фасад, почти закончены внутренние работы. Для удобства посетителей города в центре разместят карту исторической части города. С ней можно будет легко ориентироваться и изучать Самару. Каждый ее элемент соответствует реальному объекту в центральной части города. Это способствует экономике. Туристы, конечно же, нужны, потому что они посещают культурные заведения, музеи, театры, кафе, рестораны. Покупают сувенирную продукцию. Конечно же, это способствует развитию экономики. Объект подрядная организация должна сдать до конца ноября. Работать в тестовом режиме информационно-справочный центр начнет уже в декабре этого года. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В школе номер 70 прошло посвящение новых участников в ряды юной армии. Они принесли торжественную клятву. Всегда быть верными Отечеству, соблюдать устав организации, быть отважными, смелыми, защищать слабых, достигать успехов в учебе и спорте, чтить память героев. Это важный шаг для каждого ученика, ведь они становятся частью большого патриотического движения, объединяющего молодежь всей страны. В телеграм-канале Ленинского района поздравляют школьников с этим знаменательным событием. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»